Сначала Андрей Муставой, Андрей, твой комментарий после игры. Считаю, получилась очень хорошая игра, зрелищная очень для болельщиков. Результат, я думаю, мне кажется, мы даже сегодня можно наиграть или на победу, но так как сложилось в конце забили мяч, показали свой характер, думаю, и такой результат более-менее закономерный, думаю. Пожалуйста, коллеги, ваши вопросы для Андрея Мастового. Да, пожалуйста. Здравствуйте, Андрей. С какой задачей вы ходили на замену? Что вам говорил тренер перед выходом? Задача всегда такая – хорошо выйти на поле, помочь команде. Мы ввели в счете, поэтому помочь команде просто. Тут особо и так все понятно, как выходить, попытаться забить, создать моменты. Так что ничего особенного такого не было. Пожалуйста, коллеги, еще вопросы? Сегодня «Зенит» играл открыто. Мы увидели действительно тренеричный футбол, как вы и сказали. На ваш взгляд, что мешало «Зениту» в некоторых других матчах Лиги чемпионов играть также открыто? Ну, опять же, я не знаю. Как-то, может быть, на самом деле на нас ничего сегодня не давило. Мы играли дома с очень хорошей командой. Это всегда приятно, когда ты против такого клуба выходишь. Супер мотивация у тебя. Мне кажется, несколько факторов таких сложилось. Но очень приятно, что не то, что мы даже результат какого-то добились, а качество игры первым было такое. И вот это вот на самом деле очень радует. Да, пожалуйста. Роман Шлуинский, спортивная редакция «ТАСС». Андрей, если оценивать полностью выступления «Зенита» в Лиге чемпионов, наверное, остались ли удовлетворены тем, что вышли в плей-офф Лиги Европы? И как в целом, каким словом, удовлетворительно или успешно оцените отрезок Лиги чемпионов? Ну, я считаю, все равно уровень нашего клуба, я думаю, это, наверное, задача минимума была, которую мы выполнили. Безусловно, «Челси» и «Ювентус» — это супер-клубы по меркам мирового футбола. Ну, где-то, наверное, 30-плюс, наверное, что-то такое могу ответить. Потому что, в принципе, мы неплохо дома играли с «Ювентусом». Там очень обидно было поражение на последних минутах. Если несколько игр так посмотреть, могло бы немного нам повезти и могло бы вообще намного все лучше сложиться. Но служба сложилась. Думаю, сейчас это, наверное, наш уровень, наше место сейчас. Потому что тяжело, наверное, будет конкурировать против таких клубов. Поэтому, я думаю, третье место, наверное, закономерный результат. Коллеги, есть ли еще вопросы для Андрея? Если нет, то, Андрей, спасибо. Спасибо.